Всем привет! Небольшой обзор по новостям. Давно я по ним не запиливал. Просто по той простой причине обзора, что я давно их не смотрел. Так, чтобы прям внимательно сесть и посмотреть. Я сейчас невнимательно, честно говоря, пришел, включил, несколько новостей услышал. Очень удивился. Значит, первая новость по Эдварду Биллу. Я даже сам, честно говоря, хотел запилить, но я по другой теме хотел запилить. То, что он попал в аварию, это одно. То, что он мне не понравилось. Ну, то есть, любой человек может попасть. Не любой может попасть, когда делает это за бабки. То есть, он же пилил видосы. То есть, когда-то у меня мой близкий знакомый попал в такую ситуацию, я был на его стороне. Потому что со всяким может случиться. Эдвард попал в неприятную историю. Именно я, честно говоря, не сильно погружался. По-моему, там погиб человек, да, или что-то. В коме там кто-то лежит. Ну, как бы, и РЕН-ТВ показывает, что он сейчас участвует в каких-то массовых мероприятиях, на каких-то боях. Его там показали. Мне так странно показалась какая-то реклама. Знаешь, Эдварду Биллу, как будто он заплатил за это. Но дело не в этом. Мне не понравилось то, что сегодня в Инстаграм я зашел, и он запилил. То есть, как очень практичный человек, даже на крови, даже на горе чьем-то, он пытается заработать. То есть, он написал, что я больше никогда не буду, значит, ездить на автомобилях. Ну, поскольку вот такая произошла такая трагедия. И поэтому я выставляю три автомобиля на розыгрыш. Все три свои автомобиля. И еще 55 айфонов. Ну, как бы, мерзко это очень звучит. Честно скажем, это очень мерзко. То есть, человек должен был зашкериться куда-то, забиться в какую-нибудь щель. Ну, есть у тебя деньги? Забейся в щель. Подожди, когда все забудут про тебя, когда все утихнет. Ни хера. Он до этого хочет увеличить количество своих подписчиков. Вы понимаете? На трагедии, на том, что кто-то пострадал, у кого-то горе там. А он хочет на этом заработать. Это очень мерзко. Но это я как бы параллельно. Следующая новость. Мне понравилась, значит, у них крысы начинают жрать друг друга. То есть, сейчас, значит, на этим центральном СМИ дали команду ФАС, по всей видимости. Хотя, еще сколько тут прошло? Сколько до выборов? Хотя нет. Сколько? Месяца 3-4 осталось до выборов. Вот они начали шебуршиться. Они КПРФ теперь обвиняют в том, что они там что-то ай-яй-яй, что-то нехорошее делают. Ну, так это белыми нитками шито. Это так все тупо. Вот они там, вот эти там с этими встречались. А эти с этими встречались. И показывают абсолютно никчемное какое-то видео, где чьи-то спины. И кто-то кому-то говорит, вот сейчас тут вот это собрали, материал у Навального что-то там, какое-то отношение Навальный к этому имеет. И вроде бы там и тут же объявляют, что вот они уже даже объединились, КПРФ с Навальным объединились. И вот подтверждение этому, и показывает следующее видимо, прям так и говорят. И вот подтверждение этих слов. И показывает, как корреспондент бежит за кем-то, за Рашкиным там или с кем-то там из КПРФ. И говорит, оправдываю, что вы с Навальным там встречались, с навальновцами и брали у них там какую-то информацию. Он говорит, я не буду отвечать на эти вопросы. И закрывает дверь. Все. Это доказательство того, что КПРФ погрязло в каких-то там махинациях. В общем, крысы начинают друг друга жрать потихонечку. Скоро нас ждет очень веселое время. Ну и третья новость, которая меня тоже очень умилила. Вы же слышите сейчас из каждого утюга, что у нас, вы посмотрите, как на Западе, у них там нет вакцины. И она плохого качества. Ну то есть те честно, тупые европейцы честно говорят, она непроверена, есть какие-то косяки. У нас этого нет ни хрена. Поэтому они в локдауне, а у нас все нормально. А почему у нас все нормально? Потому что мы вакцину придумали. А почему мы вакцину придумали? Посмотрите, потому что мы ее используем. Мало того, что мы первые в мире, самую лучшую вакцину. И теперь мы ее используем. И тут они вдруг проговариваются, что уже завакцинировалось 5,5 миллионов человек. 5,5 на 140 миллионов. Это сколько по статистике получается? Сколько там? Меньше 3%? У меня с математикой не очень так вот на ум. Но это меньше 3% наверное, да, примерно завакцинировалось. И поэтому у нас идут послабления. У нас в Лужниках 80 тысяч сторонников, сука, путиноидов, путиноидов собираются, бюджетников. Поэтому у нас все хорошо. Почему? Потому что у нас вакцина спутник изобретена. Правда, ее еще не все завакцинировали. Правда, от нее люди почему-то дохнут. Но вы никого не слушаете. И Путин говорит, я же вот прям буквально сейчас, перед тем, как зайти в этот кабинет, поставил вторую уже вакцину. И у нас все хорошо. И внимание, это практически его цитата. Он говорит, поэтому никого не слушайте, вакцинируйтесь. И подтверждение тому, что эта вакцина действенная и работает, уже миллионы завакцинированы. Сука, их вакцинируют всего 2 месяца. А это уже доказательство того, что она работает. А то, что вы можете сдохнуть через 3-4-5 лет, или станете бесплодными, или хрен знает, что с вами случится. Это как бы уже не важно. Вот же миллионы завакцинировались. Давайте, стадо, все вместе, туда, паства, начинайте вакцинироваться. И в общем и все. Что я вам хотел сказать. И так чуть-чуть затянул, хотел коротенько. Это был обзор от Полей реформы. О новостях из нашего зомбоящика. С вами был Андрей Полей.